Знаете, парни, почему мы не ловим? Экран на завтрак, экран на обед и все ложками. А я на этой свадьбе спляшу. Свои, если бы я такие подарил, не знаю. Насколько большой таймень на него клюет? Сошел. В другой веке вода. Многие спрашивают, а что вы здесь живете? Ну, это наша родина. Я готов. А ты что копаешься? Е-мое. Все, я тоже готов. Погнали. Нашли мы избу промысловую. Мужики здесь промышляют капканчиками. Вот они висят. Для собалишки. Роволочка. Дровишки нарубили. Подготовились, в общем, к зиме. Очень свежая изба. Да, мы срублены. Спрашивали, кто в теремочке живет. Мышка наружка. Или лягушка-пакушка. Мышка. Мышка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если пойти вверх по течению еще на пару дней, то мы трофей точно найдем Мы уже поклевки увидели, значит мы в правильном направлении Движем по нему Есть теория, Паша подсказывает Сейчас очень много в реке икры В таймине хватает еды, поэтому он не активен Паша говорит, приезжайте в июне Или в конце сентября и в октябре В сентябре тогда поймаете трофей А как ты скажешь на то, что мы только что Видели таймине Небольшого Ну небольшой Ну был же Первый ленок у меня такой именно Больше полукилограмма Который уже не стыдно показать Я его, наверное, отпущу пока Паша не видел Вот смотри, он еще один Хороший был, хороший леночек Гораздо больше, чем тот, который только что Должна быть какая-то логика Если рыба нет на мутной воде, она же должна стоять на светлой Фильтровать джабры Чистится Двоев в чистой воде тоже нет Паша знает какой-то секрет Он местный Не, не знаю Знаешь, намолчишь Все время улыбается Загадочно Да, к рыбе нас не везет Ну мы что-нибудь поймаем, ты-то веришь Или уже нет Не знаю Даже уже ты не веришь, что ли Снасть все невкусные Может и кровеных надо будет Икра на завтрак, икра на обед, икра на ужин И все ложками Слушай, и пока не надоело Бутерброд не с икрой, а икра с бутербродом, да, с хлебом Блинчики не с икрой, а икра с блинчиками Ну что, не лезет уже, да? Тяжело, но надо Через силу Он не кусается? Кто, не? Не можно подходить? Можно, ему сколько? А зовут как? Бобик просто Бобик, привет На государство Более 20 лет Поэтому Уже когда дети взрослые стали Отучили Институты там Технику Кто закончил Они встали на ноги Женились Замуж вышли Это тот редкий случай Когда в семье Два человека Оба охотники Все пополам И на охоте И дома Да? Многие спрашивают А что вы здесь живете? Что вы здесь живете? Вам тяжело Цены такие Туда-сюда Ну это наша родина А родину не выбирают Так же, как родители Рады знакомству Увидимся, наверное, на реке Мы тут живем рядом Село Уцкое называется Верх по течению по Уде Приезжайте к нам в гости Мы будем очень рады Постараемся удивить В нашем селе Которое образовалось первое На Дальнем Востоке Поэтому будем рады Вас видеть у себя в гостях Спасибо за приглашение С удовольствием заедем Мы будем ждать Да Будем рады Вашему приезду Спасибо Спасибо Счастливо Ни хвоста, ни чешуи Как говорится Давай Сейчас Приятно Давайте я попожу Ой, да мы как-то Привыкли сами Нужно понимать Когда ты сюда приезжаешь Что ты приезжаешь Вообще В абсолютно другой регион страны Особенно если ты приезжаешь Откуда-нибудь Из европейской части Что здесь есть свои традиции Есть здесь свои особенности Здесь есть свой стиль общения Но это как приезжаешь В любую страну Это не то, что касается Какого-то религиозного отношения Но это вот просто Твой менталитет Менталитет местных жителей Менталитет европейских жителей Нужно ко всем людям подходить По-доброму С душой Отзывчиво Не хамить Не грубить И с тобой всегда будут К тебе будут себя относиться Старше Здесь вот это вот у нас Раньше делали Видите игрушки Это она уже старинная Это зоб глухаря На люльку вешали Ребенок Да Я вот так вот Задевала Ему было интересно Костяшки И вот эти вот Зоб глухаря Это на стену просто? Ну да Вешают Ага Да Интересное панно Интересное украшение Главное никакого Китая Все производство местное Ручная работа Это все Это все сами делают Где? Вот это все сами Своими руками Это местное украшение Сделано из Косточек таймения И лапок глухаря Вот такие вот Украшения для женщин Не знаю Если бы я свои Свои Если бы я такие Подарил Не знаю Стало бы носить Или нет Интересно Конечно А игрушки Вот эти вот Для детей тоже? Или это как амулеты считаются? У нас раньше Мама учила Дочку Допустим Она никогда не показывала Как это делать А ребенок уже Свои навыки На такой кукле Она ей делала Заготовку А она ее Обшивала И вот там Она свою Тренировалась Тренировалась Да Получается Что ловите сейчас? Сейчас здесь идет У нас кита Она идет до конца Сентября Даже в октябре Может быть Она высоко уходит Где ее Нерестилище? Она уходит Ой-ой-ой Да Максина Да Дальше-дальше-дальше А это Километров 300-400 Верхняя рыба наша Уцкая рыба Гады Да По местному нашему Диетическая еда Не особо жирная Чистая Как раз для Встроенной Чтобы быть И соли Две горсти Вот кидает Натуральных Мужских Две горсти Она возьмет То, что Она берет Но единственное Нельзя оставлять ее В этом Она сварилась Закипела она Через три минуты Ее снимаешь И без воды И сразу же А сам бульон Он сразу выливает Понятно То есть просто Вареная рыба Если пригласили Эвенки за стол Вы должны Пройти Сесть и поесть Потому что даже И зимой Пятидесятиградусный Мороз Приходит Человек Ну на буране На оленях Зашел в избу Уже человек знает Что надо ему Налить чаю горячего Супа горячего Называется Селе Или еще что-нибудь Ну любое блюдо Которое есть в доме Мы ждали гостей И поэтому Не обижайте нас Ешьте Вот это вот у нас Сик с луком Это просто замороженное Все чистое Попробуйте Все это Очень вкусно Это вот Уцкое блюдо Гадык С картошечкой Попробуйте Вот это вот Это кита Но она брачного наряда Но она очень сочная Мы люди-то Кочевые И для нас Допустим Если чистота Безопасность еды Для нас Это очень много значит Потому что мы же Кочуем У нас же нету с собой Ни врачей, никого Поэтому мы соблюдаем Стараемся соблюдать Чтобы вот это было безопасно Ну не зря же Наш народ Тысячелетия Жил И ничего 85 Ничего Да? Конечно Я тебе ешь Да Очень вкусно Очень вкусно Я попробую Вот это что Не знаю А котлетки Из чего Так Это белорыбица Сахатина Сахатина Вот белорыбица Мне положили что-то вкусное Мясное Сейчас попробуем Что это Нереально вкусно Вкусно Пекан надо садить Спасибо Можете не сомневаться Мы попробуем все А икра получается С укропом С маслом С чесноком Очень вкусно Как еще раз называется Белорыбица Белорыбица Маринованная Но она сделана Очень круто сделана Ну это ее фирменное блюдо Это Елена Аркадьевна Сейчас тоже отведаем И как закуска подходит И как еда Очень вкусно Если так резюмировать Все продукты Топливо Все идет по реке Нет Нет Зимника Зимника Зимняя дорога У нас начинается с января У нас жизни дороги Только зимняя Ну а когда он открывается Это январь И конец марта Вот то что завозим Чай, сахар, мука Все мы живем Так же и у нас предприниматели Живут Наперед Люди здесь Во-первых Наверное Это настоящий Дельневосточник Люди своего слова Они свое слово держат Это очень важно Особенно Вот В таких местах Здесь Какой-то плохой человек С какими-то плохими мыслями Поступками Отношениями Он просто не выживет Поэтому Конечно Здесь люди добрые Может быть Они Немного Обугленные Вот Условиями Достаточно Суровыми Этого края Может быть У них есть какая-то Корбка Но под этой корбкой Скрывается Душа Которая Чистая Открытая И всегда готовая Прийти к тебе на помощь Ура! Уцкая вперед! Вперед! Опять ура! 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 Может быть Ура! 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 Не знаю, мне кажется, сейчас потренируемся, а потом грелки будем рвать. Ты третий час уже дуешь, да? С утра встаю. Добрались до местных, готовимся к рыбалке. Что будет неизвестно, вода большая, мутняк большой. Но сейчас что-нибудь довыловим. Не зря же приехали. Взяли попробовать приманку воблер сербского производства, ручной работы. Вот у каждого имеется свой номер. Делал его известный мастер Никола. Сейчас проверим, как он работает. Насколько большой таймень на него клюет? Мы рассчитываем не меньше 50 килограмм. А я на этой свадьбе спляшу. Не, Миш, ну хорошее начало. Вот какая. Тут такая плетенка, чтобы оторвать воблер, спиннинг пополам сломать надо. 4-0. Рассчитано как раз на тайменье трофейного. Чтобы вываживать его, не переживая, за плетеночку. Палочка тоже до 130 грамм. Тор. И твин. Мощная катушка. Слов уже не осталось. Устали ехать. Прошли, наверное, километров 120. Вот это место болит, спина не разгибается, но это до первого заброса. Рыба-палка, как обычно. Такое мы уже ловили. Отпускаем. Мальков не берем. Зови дедушку. Сейчас накаркаешь. Вот поймали пленка. Мощенок взял на вертушечку. Вот такой вот красавчик. Отличный. Бойкая рыба. Такую приятно ловить. Сколько весит? Ну, наверное, грамм 800. Сейчас должны поймать. Здесь спецблесна по спецзаказу. Прям в струю закинул. Это я папу тащу. Да, вот он. Пришел папа. Но это не папа. Это, наверное, скорее всего, двоюродный дядя. Еще и нелюбимый. В общем, не только рыбу ловить. Но надо еще водоем учистить. Вот палочек. От лагеря далеко уходить нельзя. Есть оружие с собой. Но Паш сказал, чтобы, говорит, до тебя пулька долетала. Для меня там, наверное, на 100-150 уходить нужно. Я могу. Есть! Первая рыба. Это ленок. Это кто-то посерьезнее. Сошел. Но это, блин, был посерьезнее. Елки-палки, а! Но это вообще не шел. Он просто стоял. Я его не мог даже подтащить. Как руками ловит рыбу. Лев! Лев! Ты таки поймал. Первая рыба такая, килограмма три, наверное. Паша, гербуши, кита, ну а что это ей плохо, да, походу? Да, Юля, все. Эй, первая рыба большая тут. Паша, ты тоже ж кита, да? А что она жрет? Она же должна сейчас только нереститься. Счастье где-то есть, где-то рядом, но как-то все не дается. На сегодня поймата только кита. Кита. И то, Павел говорит, что не ловится она тут так. Тем не менее, кита заглотила наживку по самой жабре и поймалась. Ленок. Точно леночек? Да. Вон. Ух ты, как он у него. С голода не умрем. Ты смотри, как он у него. Хорош, хорош. Что там, полкилограмма есть? Да нет, грамм 300-400, наверное. Мы же приехали сюда, ни еды, ничего не брали. Ха-ха-ха. Леночек. Это вся кита. Хариусы на икру. На спиннинг леночек. Это спорт уже. На всякий случай взяли ракетницу. Вдруг сам медведь остался, как в сказке Машенька из медведи. Кто в теремочке живет? Давайте первый. Кто в невысоком живет? Огромные рога. Лось. Носить такие, конечно, очень тяжело. Не знаю, килограмм под 15 весит. Сколько лет, если правильно посчитать? Сколько отросток, сколько лет, да? Пять. А с другой стороны шесть. Пять с половиной, значит. Почти. Ну, вот таким образом местные добывают себе на пропитание. Этому лосику не повезло. По-хорошему. Поставим, как было. Струя, обратка, все классическое место. Да нет, Миша… Отличия сразу есть. У меня и знакомые рассказывали, которые опытные. Это мешатники и по рекам как бы ходят уже не первый год. Они говорят, если все, вода пошла, мы садимся либо ждем, либо куда-нибудь ходим. Пока что-то не очень ловится, чередуем поверхностный воблер большой. Вокер с мышкой. В надежде поймать ночного тайменя. Миш, ты сколько сотен раз уже кину? Двадцать раз вобрать. Я уже, наверное, двести. Пытаемся ночью поймать на вот такую мышку. Размер, наверное, сто двадцатый, сто десятый. Пока без результата, наверное, кинул раз уже пятьдесят. Вкусное, я сам бы съел. Но таймень выходить не хочет. Либо место выбрали не очень удачно, либо сегодня у него не голодный день. Голос немножко грустный, потому что рыба себя никак не проявляет. Но мы пока не сдаемся. Машара должна лететь вверх и шляпаться в воду, как настоящий грызун, упавший с обрыва. Дальше он должен быть чуть-чуть дезориентирован и пытаться медленно выплыть куда-нибудь к берегу. Пытаемся так сделать. Уже пятидесятую попытку. Я думаю, что если сегодня клюнет, это будет очень большая удача. И мастерство здесь будет вообще ни при чем. Грустновато немножко ложиться спать, не поймав таймень. Даже не знаю, выбор такой тяжелый, икру кушать или доширак. Доширак выглядит аппетитно. Икру уже есть, надоело. Икры мы еще можем поесть, а доширак – штука редкая, поэтому едим доширак. Закипел. Многие туристы приезжают не только за трофейным тайменем, они заявляют, да, мы хотим поймать большую рыбу, но при этом они хотят заняться этнографией тоже. Они хотят обязательно выйти на море, попробовать ловить крабов, поесть мидий, сделать салат из морской капусты под нашим руководством. Посмотреть на море белух, китов, косаток, тюлени, вот в их реальной жизни, в их реальной среде обитания, в дикой природе они в бассейне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...